приветствую всех с вами олег саламаха представляю вашему вниманию топ-10 самых красивых этюдов и задач составленных на мой личный вкус это видео однозначно пригодится тренером для того чтобы решать с учениками поэтому сохраняйте видео в закладке ну и также каждый пример будет здесь очень тщательно разобран поэтому вы можете также проверить свои силы самостоятельно я буду говорить что поставьте видео на паузу и тогда вы сможете расставить позиции на доске и попробовать самостоятельно порешать начинаем открывает наш сегодняшний топ этюд сожалению не знаю какого автора здесь у нас давайте оценим позицию ладейные окончания у белых лишняя ладья но у черных пешка на поле е1 стремится ферзи и непонятно вообще как ее задерживать например если сырать е7 то тогда черные превращаются ферзя белые тоже превращаются вроде бы у белых лишняя ладья но после ферже 3 открытое положение белого короля не оставляет белым никаких шансов на победу тем более что еще и двойной удар здесь но не самое главное это после король c4 черные здесь в любом случае спасаются вечным шахом без ладьи гоняя короля по всей доске поэтому нужно придумать что-то другое поэтому давайте ставьте видео на паузу подумайте как здесь белые могут попытаться сыграть на победу но я показываю вам ответ в этой позиции белые нашли совершенно умопомрачительный ход ладья d2 да друзья не раз и не два при просмотре сегодняшнего видео у вас будет замирать дух от красоты увиденного и с каждым примером этот скажем так катарсис да будет нарастать ладья d2 совершенно умопомрачительный ход выясняется что белом для того чтобы попытаться победить нужно отдать ладью что делать белые напали на пешку на поле е2 ну защищать ее тогда просто получается терять темп и белая пешка пробежит ферзи если например превратиться здесь ферзя то тогда белый просто матуют короля объявляя ему линейный мат водя b2 шах и на король а1 или король c1 неважно воде просто матуют водя на поле d1 стоит очень неудачно поэтому здесь черные получают мат после хода водя d2 черный играет водя бьет d2 ну и казалось бы для чего белые отдали ладью для того чтобы дать шах водя h1 шах ну и что скажите вы ведь черный просто закроются ладьей и белые просто отдали ладью и ничего не добились но на самом деле самое красивое начинается впереди то есть если до этого момента ход водя d2 был достаточно симпатичный то следующий ход вообще потрясает воображение белые здесь играют ладья е1 подставляя вторую ладью под бой смотрите какая красотища что делать если сыграть ладья d2 этот ход невозможен потому что ладья связано с другой стороны белые напали на пешку на поле едва поэтому если они ее съедят то они получат выигранное ладейное окончание воде отходить особо некуда она связана поэтому взятие вынуждено ладья бьет е1 вот так вот не за здорово живешь вернее за здорово до живешь белые просто взяли и отдали две ладьи одна у них была лишняя а теперь мы видим ни одной ладьи у белых не осталось но продолжим е7 и выясняется магия шахмат белые заманили ладью на поле е1 и теперь черный не в состоянии защититься от прохождения ферзи ну вы скажете что у черных свой ферзь сейчас пройдет после водя d1 е8 ферзь е1 ферзь здесь как раз таки выясняется что после ферзь g6 шах слабость черного короля решающим образом сказывается на король c1 ферзь c2 мат а на король а1 шах на 6 шах на 2 и также мат на поле c2 вот такой вот симпатичнейший пример открывает наш сегодняшний топ и вы сами понимаете что если это всего лишь 10 место то что же будет там дальше впереди всему свое время друзья набираем обороты идем дальше на 9 место я поставил вот такой вот интереснейший пример здесь ход белых задание белые должны победить пример кстати взят из реальной партии здесь можно сказать этот этюд не состоялся и на самом деле белые прошли мимо фантастически красивого этюдного выигрыша опять же поставьте видео на паузу подумайте но я показываю вам правильный ответ здесь белые сыграли слон бьет g7 забирая коня на поле g7 и просто отдавая ладью на поле h4 после чего еще и связка как мы видим начинает работать ферзя но самое красивое конечно начинается впереди здесь белые могли без проблем сделать ничью играя слоны в 6 шах то есть ферзя не вовсе не обязаны отдавать ну и после король бьет f6 ферзь бьет h4 шах король g7 получалась ничья но после хода ладья бьет h4 здесь белые кое-что подметили а именно то что можно пожертвовать ферзя сыграть ферзь бьет h4 шах и на доске возникает удивительнейшая позиция где слон оказывается сильнее ферзя король бьет h4 соны в 6 шах g5 и теперь слон c3 единственный выигрывающий ход после чего черные попадают в цукцванг выясняется что король не имеет ни одного хода а белые передав очередь хода сопернику угрожают матом сразу с трех полей если сыграть g4 то будет сон f6 триумфальное возвращение слона и это мат ферзь обязан держать пешку на поле g2 под связкой иначе будет мат пешкой и также по ферзь должен держать поле е1 от всех угроз спасает единственный ход ферзь f2 ну и тогда белые играют слон е5 и теперь уже черные не выдерживают просто не хватает у них ферзь разрывается да то есть не хватает у них именно сил удержать все слабости теперь угрожает как мат пешкой так и ход слон g3 и нет спасения если например сыграть g4 то слоны в 6 мат а если сыграть например ферзь е1 то тогда же 3 шах ферзь бьет же 3 шах и слон бьет же 3 мат вот такой вот симпатичнейший пример надеюсь что вы получили удовольствие от решения идем дальше на восьмом месте у нас этюд опять не знаю к сожалению какого автора ход белых задание белые должны победить попробуйте поставить видео на паузу хорошенько подумать ну а я показываю вам ответ в этой позиции белые сыграли слон a7 шах просто взяли и отдали слона но выясняется а как ходить черным если ферзь бьет a7 то тогда сказывается плохое стесненное положение черного короля и белые просто матуют черных поэтому после хода слона 7 ну король c8 тоже не помогает также мат после ферзи f8 поэтому приходится забирать королем теперь b6 шах играют белые опять же уходить назад королем невозможно из-за хода ферзи f8 а идти на поле a6 невозможно потому что ферзь держит это поле другой стороны непонятно как ходить остается единственный ход взятия пешкой и кажется что черные оставшиеся лишние фигуры и пешкой должны постепенно победить но следующий ход белых расставляет все точки над и белые здесь играют конь b4 нападая на ферзя и нападая на смертельный шах на поле c6 черные играют здесь ферзь a3 связывая коня ну и наступает красивейшая развязка белые играют ферзь a6 шах теперь понятно что если король b8 то белый просто заберут ферзя и останутся с огромным материальным перевесом и победят ну а самое красивое конечно после ферзь бьет a6 и конь c6 мат и так такой вот пример у нас на восьмом месте идем дальше на седьмом месте уже пример несравнимо сложнее этюд селецкого задание ход белых белые должны победить на доске как мы видим материальное равенство но всему виной плохое положение черного короля попробуйте поставить видео на паузу сразу скажу что пример этот несравнимо сложнее и мы с вами будем здесь разбирать множество вариантов поэтому попробуйте расставить именно на доске подвигать но я показываю вам правильный ответ первый ход конь c5 шах теперь нельзя идти на поле c7 из-за вилки на поле е6 ну и король c8 главный вариант этюда если сыграть здесь король d6 то белые выигрывают форсированно играя ферзи 3 шах главный компьютерный вариант после которого черные лишаются ферзя следующий король d5 шах на c4 слоном такая вот жертва король бьет c4 если король бьет c5 то ферзь а3 сквозной шах и получится примерно то же самое на после хода король бьет c4 белый отвечает ферзь b3 шах на король d4 конь е6 вилка а на король бьет c5 ферзь а3 также шах теряется ферзь и белые побеждают ну и самое интересное после король d6 ферзь g3 шах если черные отводят короля на поле е7 е7 то тогда здесь белый играют ферзь е5 шах идти на поле d8 снова вилка король f7 слон h5 шах король g8 все ходы вынуждены и тихий ход конь е6 нападая на ферзя и угрожая матом на поле g7 у черных есть две возможности защититься пасти ферзем на поле h6 или пойти ферзем на поле е7 разберем оба продолжения но сразу отметаем ход ферзь а6 тогда шах на поле b8 и на король h7 забираем коня и здесь уже белый без особых проблем побеждают после хода конь е6 ферзь е7 вот здесь самое интересное ферзь g3 шах король h8 ферзь b8 шах король h7 и тут белые побеждают изящным ходом слон f7 создавая угрозу мата в два хода а также еще и в один ход после ферзь h2 здесь белые ставят черных в безвыходное положение этим ходом они и коня защитили ну и соответственно ни одного шаха белому королю как вы видите нету от ферзя поле c5 и поле g5 надежно держит конь на поле е6 и черные проигрывают после ферзь бьет f7 они попадают под коневую вилку и вынуждены капитулировать этюд полностью корректный проверен на компьютере поэтому давайте вернемся здесь главная линия конь c5 шах король c8 белые продолжают преследование слона 6 шах король b8 ферзь g3 шах король а8 и вот здесь начинается самое красивое здесь белые играют слон b7 шах делать нечего слон бьет b7 и конь d7 нападая на ферзя берут они поле c5 опять же под контроль шаха нет и угрожает мат на поле b6 конем ферзь d8 ну и здесь как вы догадываетесь по предыдущему примеру опять все заканчивается красивейшим спертом матом белые играют ферзь b8 шах жертвы и ферзя и после ферзь бьет b8 конь b6 король оказывается вот в такой вот красивой коробочке мат от удушья или спертый мат идем дальше набираем обороты следующий пример еще более показателен и красив на ваших экранах этюд кляцкина задание ход белых белые должны победить попробуйте поставить видео на паузу хорошенько подумать этюд непростой и здесь я показываю вам правильное решение у белых как мы видим не хватает ферзя у них висит ладья висит конь но если например напасть как-то на ферзя конем с поля а6 то тогда черные просто забирают ладью на поле d3 и выясняется что если белые отыгрывают ферзя то новые превращенный ферзь обеспечивает черным легкую победу поэтому здесь нужно придумать что-то иное и здесь белые играют барабанная дробь ладья бьет b3 жертвуя не просто ладью а сейчас мы с вами увидим уникальнейшую в своем роде позицию когда у белых будет не хватать целого ферзя просто вот ферзя нету но белые побеждают теперь как ходить черным если забирать на поле g8 так или иначе там конем или ферзем то тогда белый просто дают шах на поле b8 и легко побеждают поэтому cb и теперь белые играют g6 отдавая еще и коня и на доске начинает твориться настоящая магия выясняется что ферзь самая грозная фигура в шахматах здесь абсолютно беспомощен как ходить если отказаться от взятия коня сыграть ферзь ферзь е8 то тогда коня 6 и от угрозы g7 с превращением ферзя и матом нету у черных защиты пешка здесь намного сильнее поэтому после хода g6 приходится забирать этого коня троянского ферзь бьет g8 а теперь друзья присмотритесь к этой позиции выясняется что после следующего хода белых который заслуживает конечно же два исключательных знака а именно король c5 черные находятся в полном цуксванге у них не ходит ферзь ферзя только одно поле на поле h8 из-за угрозы g7 вилка не ходит и король из-за угрозы f7 вилка не ходит ферзь потому что все поля обстреливаются белыми фигурами и возникает удивительного рода цуксванг когда черная пешка имеет только ходы другие фигуры просто запатованы d6 шах но здесь конечно брать нельзя потому что ферзь вырвется король d4 белые стоят и смеются d5 король c5 и делать нечего после d4 король бьет d4 уникальнейшая позиция где у черных просто как мы видим ферзь лишний но они проигрывают вот такой вот у нас пример на шестом месте идем дальше на пятом месте еще более показательный пример этюд метрофанова в этой позиции ход белых белые начинают и выигрывают конечно многим из вас этот этюд знаком так как он входит стабильно в топ лучших этюдов всех времен ну а я соответственно показываю вам правильный ответ первый ход b6 шах король a8 и следующим ходом белые предотвращают появление черного ферзя играя ладья е1 просто отдавая ладью после конь бьет е1 g7 черные не могут остановить превращение ферзя но при этом мы видим что у них три лишних фигуры да у белых есть какие-то пешки черные превращаются ферзя белые объявляют шах черный вынуждены закрыться слоном и белые играют a7 мы черные теперь на распутье как ходить у них есть две основные опции первое это конь c6 шах с идеей после dc взять ферзем пешку на поле h5 гениальность жертвы ладьи было в том что теперь у черных как видим нету шаха на поле е1 конь на поле е1 блокирует это поле и конь c4 шах ну конь c4 мы не рассматриваем король a6 и мат неизбежен либо на поле b8 либо пешкой на поле b7 ни одного шаха белому королю нет есть еще вариант после хода a7 сыграть конь d7 защищая слона но тогда белые играют ферзь е6 продолжая держать пешку на поле d5 под защитой и угрожая смертельным шахом на поле c6 и у черных также нет спасения слон бьет a7 шах король b8 шах и после короля 8 либо мат ферзем с поля a7 либо еще более красивый мат пешкой поэтому после хода a7 у черных единственный путь конь c6 шах белый забирают dc и черные объявляют шах ферзем с поля h5 намереваясь хотя бы на ничью соскочить вечным шахом ну и вот здесь барабанная дробь наступает самое интересное белые здесь играют ферзь g5 просто отдают ферзя на ровном месте но выясняется что красота как раз таки заключается в том что после ферзь бьет g5 шах король a6 ни одного шаха больше нет огрозит мат пешкой и пешки оказываются сильнее всей черной армии после слон бьет a7 c7 с угрозой и c8 ферзь мат и с угрозой b7 мат выясняется что вся армия черных абсолютно беспомощно ферзь a5 шах единственный вариант который продолжает сопротивление но король бьет a5 теперь если слон бьет b6 то король бьет b6 и также мат неизбежен поскольку невозможно защититься от прохождения пешки ферзи а после хода король b7 b1 одна из пешек неизбежно превращается на четвертом месте у нас этюд казанцева задание ход белых белые должны победить ну и здесь кажется что слон на поле a1 который смотрит на против короля и здесь кажется что белые должны победить после хода f7 после чего возникает неизбежно угроза от проголоди и после слон бьет f7 ладя g4 шах такое первоначальное казалось бы кажется решение да и белые побеждают но на самом деле это очень красивый ложный след и выясняется что здесь побеждают не белые а черные поскольку после d4 они объявляют свою очередь сами вскрытый шах от ферзя и после хода король f2 спокойно перекрываются слоном после слон бьет d4 шах король g8 никуда дальше пешка не идет и черные побеждают поэтому здесь вступление очень красивая белые здесь играют ладья е4 подставляя ладью под шах но только этот ход ведет к победе д е король g2 е3 шах король g1 теперь шахов больше нету у черных а грозит смертельный ход f7 и как ходить сон f7 главная линия если сыграть h6 очень красивый финал f7 шах король h7 и превращаемся в коня и это мат если же например сыграть после хода король g1 расширенную форточку сделать h5 то здесь все более прозаично f7 шах король h7 и f8 ферзь грозит мат на поле g7 надо защищаться но тогда шах король h6 шах король g значит h7 шах теряется сон с шахом и дальше белые также легко побеждают после хода король g1 соны всем играют черные но белые забирают и снова как мы видим на доске магия один сон оказывается сильнее ферзя ферзь бьет c5 беря поле f8 под контроль но шах ферзь бьет f8 f7 шах и после хода ферзь g7 шах король h2 черные в цуксванге и вынуждены капитулировать угрожает продвижение пешки ферзя пользуясь связкой ферзя поэтому надо забирать и тогда белые превращаются ферзя и объявляют мат ну что ж друзья мы с вами приблизились к топ-3 кто же у нас занимает лидерство в нашем сегодняшнем топе интересно самое время поставить лайк и подписаться на канал идем дальше на третьем месте у нас вот такой вот интереснейший пример уникальный в своем роде ход белых белые должны победить ставьте видео на паузу проверяйте свои силы но я показываю вам ответ попробуем оценить позицию на доске сумасшедший дом здесь мы видим что у черных два лишних качества то есть лишняя ладья да еще и водя за коня король на поле a6 забрел где он находится в смертельной опасности но ход белых и это решает белые здесь играют ферзи f5 шах просто подставляя ферзя но выясняется что этот ход ведет к победе взятие вынуждено король бьет f5 теперь конь е7 шах белые подставляют еще и коня под бой все для того чтобы оставшиеся в живых единственный конь белых сожрал всю армию черных делать нечего отказаться нельзя от принятия жертвы то есть если сыграть король f6 то тогда два коня просто объявляют мат черному королю поэтому после хода конь е7 шах черный вынуждены забрать этого коня и дальше начинается снова магия конь е3 шах король f6 конь бьет d5 шах и белые отыгрывают весь материал на коневых вилках король f5 конь бьет е7 шах король f6 конь бьет g8 шах король f5 конь е7 шах король f6 конь d5 шах король f5 и в конце изящнейший мат пешкой g4 мат вот такой вот интереснейший пример у нас на третьем месте ну и соответственно дальше начинается самое красивое идем дальше следующий этюд тоже автор к сожалению неизвестен ход белых белые начинают и выигрывают ставьте видео на паузу проверяйте свои силы но я показываю вам правильный ответ первую очередь оценим позицию у черных две лишних пешки но сразу во глаза бросается неудачное положение черного короля f4 шах король d5 если король f5 то просто конь d4 шах и скучная проза белые выигрывают ладью и дальше легко побеждают после f4 шах король d5 здесь уже белым нужно что-то придумывать находится ход f5 освобождающий поле f4 для коня но это еще не самое интересное черные вынуждены забрать иначе они просто проигрывают оставшись без материала слон бьет f5 кони f4 шах король е5 и вот теперь если например белые отыграют качество то есть выигрывает вернее качество забирая ладью на поле е6 то после слон бьет е6 водя бьется 7 в 5 выигрыша здесь никакого не видать у черных ладья и 2 и вернее у черных слон и две пешки за ладью ну и соответственно здесь никак белые не смогут выиграть поэтому после хода король е5 белые играют именно на мат они играют ладья d1 создавая угрозу мата на поле d5 своей ладьей у черных единственный ход c6 прикрыть поле d5 но не тут то было белые играют ладья d5 шах и после cd конь d3 шах и после ед f4 оставшиеся в живых единственная пешка наносит смертельный удар штыком шах и мат вот такой вот красивейший пример у нас на втором месте ну и победитель сегодняшнего топа соответственно переплюнул все примеры которые мы до этого смотрели смотрим на ваших экранах задача или этюд байера ход белых белые должны победить уникальность этого примера в том что здесь белые у которых сейчас как мы видим 5 фигур в итоге пожертвуют все фигуры до единой начинается магия друзья ладья b7 первый ход вступительный связываем ферзя ну у черных нету других возможностей как забрать эту ладью теперь слон бьет g6 шах на алтарь атаки приносится слон король бьет g6 ферзь g8 шах король бьет f5 ферзь g4 шах король е5 ферзь h5 шах здесь уже возможны нюансы после f5 белые побеждают прозаически объявляя шах ферзем с поля h8 ну и у черных не остается иного как закрыться ферзем и тогда шах и мат поэтому после хода ферзь h5 шах черные перекрываются ладьей ладья f5 но теперь белые играют f4 шах слон бьет f4 ферзь бьет е2 шах белые жертвуют ферзя после слон бьет е2 ладья е4 шах жертвуется еще ладья и после de оставшиеся в живых единственная боевая единица белых наносит смертельный удар d4 мат круче этого как мне кажется уже быть не может как вам друзья сегодняшний топ делитесь впечатлениями в комментариях если видео вам понравилось то ставьте лайки подписывайтесь на канал включайте колокольчик чтобы не пропустить новые интересные видео на моем канале каждый раз я стараюсь вас чем-то удивить и надеюсь у меня это получается счастливо